Девушки отдыхают Да, все хорошо Это ваш столик? Нет, это мужика одного Я у него только что Тысячу долларов выиграл Представляете, главное Деньги ставил и Все время проигрывал А тут одежду поставил И выиграл тысячу баксов Он мне сейчас ее принесет Документы при себе? Нет, я мужику этому отдал А он мне сказал, чтобы Купить доллары Нужен паспорт Ну, паспорт выигравшего, понимаете? Давно ушел? Часа два Наверное, очередь в обменнике Вот, я тоже думаю, очередь А поселились где в Одессе? Ой, там такая ситуация интересная Произошла Не сомневаюсь Я главное выбрал на сайте Объявление Домик у моря С 80% скидкой Представляете, ну я сразу Предоплату скину Ну, там условие такое было Приезжаю, а там ремонт Какой ремонт? Капитальный Дело в том, что Этот домик, ну который был на фотографии Его из-за вируса снесли Вот, и там В песок Вот А предоплату вы внесли за? За две недели Логично Иначе скидки никак не получится Ну, конечно Да, но они мне перезвонили Да вы что? Да И предложили вместо домика Уютную квартиру Прекрасно Ну, правда, пришлось доплатить Сколько? Столько же, сколько за домик Ну, просто район самый элитный Котовского Можно я тебя сфотографирую? Ну, конечно, можно Таким, как ты в Одессе Памятник ставить надо А, памятник тогда Так И назовем моего памятник Кормильцу Нет, моя фамилия Не Кормилиц Я Ложков Ложков? Артур Ложков Правда Сейчас это Дядька Паспорт принесет Я вам покажу Я верю на слово Верю Ложков А где твои сумки? В такси То Что, я лох, что ли По Одессе С тяжелыми сумками бегать? У меня там фотоаппарат Ноутбук Камера Прекрасно А Такси где? Ну, он сказал, что за сигаретами съездит и вернется Ну, правда, его часа полтора тоже нету Ну, наверное, тоже очередь в ларек Вот Опять же, пробки в Одессе Да, тоже, да Таксиста описать сможешь? Да Он такой Мужик Так, прекрасно В майке Цвета не помню Ну, вот А какие-то особые приметы? Были На левой руке у него Загар Ну, теперь точно найдем Вот Таких же у нас один в Одессе Ох, ты прушный же ты, Артурчик Нет, я не прушный, я Ложков Из Ложковых ты самый прушный Если вы думаете, что таксист меня обманул, вы ошибаетесь Чего вдруг? Потому что он классный Но Он меня вином угостил Бесплатно Ооо Вот Хорошо Что-нибудь еще помнишь? Ну, после вина уже ничего не помню А деньги у тебя, Артур, откуда на игру были? Да я с карточки снял Вот карточка у меня Ну, правда, пришлось в кредитный лимит влезть Но я отдам Не как в прошлый раз Отдам, сто процентов Надеюсь, больше никаких драгоценностей при себе нет У меня есть два сертификата на ювелирку Биттубе 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 Но они надежно спрятаны Можешь не доставать И вот еще, смотрите Вот купил Классную штуку Настоящий одесский воздух Вы хотите вдохнуть? Нет, даже не открывай. С твоим везением, я чувствую, туда кто-то обязательно кашлянул с коронавирусом. Ну и что? Мне не страшно. Я уже переболел. Три раза. Сколько ж тебе лет, Артурчик? 35. И как ты с таким везением до таких лет дожил? Крещеный? Не-а. Вот. Тут у нас недалеко церковка. Ты сходи, покрестись. А вы думаете, с третьего раза получится? Уже пробовал? Два раза. Один раз я случайно, батюшка споткнулся об мою ногу и сам чуть в этой воде не захлебнулся. А второй раз я случайно ногой в кадилы ударил. Искорки на эти посыпались такие. И церковь сгорела. 13-й век. Вот. А я у них в черном списке. Ну. Вот. Я бы вообще тебе анафеме передал. О-о-о, вот так они сказали. Ой, извините, пожалуйста, у вас вопросы еще ко мне остались? Спешишь куда-то? Опять кому-то, смотрю, деньги понес. Нет, нет. Просто эти ребята – экскурсоводы. Да ты что? И мы с ними договорились на вечернюю экскурсию в катакомбы. Вечерняя в катакомбы? Да. Я бы перенес. Да. Друзья мои, извините, пожалуйста. Ну, не получится. Просто я обещал полицейскому оказать помощь. Гражданский долг. Ну, ничего, бывает. Ну, ты надолго не пропадай. У нас много интересных экскурсий. Там морская Одесса, лесная Одесса, не до струи. Вот так вот. Хорошо, я еще обращусь. Ништяк. Спасибо вам. Ну, что ж, продумывался. Так, в Одессе как оказался? Я еще осенью купил билет в Дубае. Кто? Оплатил проживание, питание, ну все, короче. Ну, потом этот карантин из-за китайцев. А судя по везению, должен был быть из-за тебя. А, что? Сюда, говорю, как доехал? Я летел. На самолете? На Мау. О! Да. Билет оплатил. Так. Багаж оплатил. Обед оплатил. И место стоячее в проходе оплатил. Все. Понятно. То есть разводить тебя начали еще до Одессы. Эх, как мне нравится Одесса. Особенно улица Дерибасовская. О, Дерибасовская. Да. Там еще столько для тебя нового. И этот крутящийся турник. И пьяный велосипед. Правда? Да. А как мне найти эти аттракционы? Ах, Артурчик, поверь, они сами тебя найдут. Это очень здорово. Я на одном из таких аттракционов 300 долларов в игре. Представляете? Знаете, что вы? Да. На набережной этой штатающейся лестнице, знаете? Вот. Я на нее взобрался. И мне сразу 300 баксов выплатили. Вот так. Круто. Да. Так что ж ты тогда с карточки разменивал? Пустил бы их сразу в колпаки играть. Да просто этот мужик отказался брать 300 долларов одной купюры. Вот дурак-то. Да. Какой-то странный. Странный. Но я на эти деньги сделал татуировку. Красавица. Да. Так. Злого дракона на всю спину. Вот это круто. Показать? Ну, я, в принципе, догадываюсь, что там. Ох. Красивый? Скажи мне, Ложков, у тебя родственников в Одессе случайно нет? У меня брат здесь двоюродный. Ага. Он работает лоцманом на танкере. Не Делфи случайно? Вы знаете моего брата? Его тут вся Одесса знает, поверьте. Ничего себе. Вот это классно. Как на вокзале оказался? Вот этого, не помню. Угу. После вина. Ой, а давайте у цыганки спросим. Не надо. Она не знает. Она знает. Ого. Она даже будущее знает. За ты что? Она мне выигрыш у этого мужика и предсказала. Сбылось. Надеюсь, это не заразно. А вот, эээ... Вот это на лбу у тебя, это что? А это мой друг лучший сделал. У тебя и друг еще тут есть. Да, меня цыганка с ним познакомила. С чего же ты решил, что он твой друг? Он меня спас от огромного малярийного комара. Ка? Битый. Ну ты его отблагодарил? Да я не успел. Я очнулся, а мужика с цыганкой уже не было. Вот. И пиджака не было. Видимо, он испачкался, и они его отнесли в химчистку. А в химчистке очереди? Очереди у вас в Одессе. Вот эти очереди. Кушал что-нибудь сегодня? Ну, конечно. Че, я лох, что ли, голодным шататься. Закинулся на вокзале к беляшам и норм. К беляшам на вокзале? Да. Ну, минут десять у тебя еще есть. Слушайте, а где здесь фонтан есть, а? Помыть? Нет, хочется монетку бросить, чтобы вернуться. Эх, Ложков-Ложков. Да пойми ты, никто уже не хочет, чтобы ты вообще отсюда уезжал. Да? Ты же здесь столько всего оставил. Это да. О, у тебя еще и телефон остался? Ну, конечно. Что, я лох, что ли? Я всегда по три телефона беру с собой. Вот один остался. Так. Алло. Из банка звонят. Да ты что? Говорят, что кто-то хочет взломать мою карту. Ну-ка, ну-ка, что там? Что вам нужно? Записывайте код. Семь, восемь, тридцать. Что вы делаете? Мне нужно сказать код, чтобы злоумышленники не взломали карту. Алло. Полиция Одессы. Злоумышленники пойманы. Да. Спасибо большое. Пойманы? Конечно. А где они? В тюрьме сидят. И звонят таким, как ты. Я выиграл миллион. Смотрите, миллион. Ну и правда нужно перечислить тысячу, чтобы мой миллион другому не перечислили. Ничего перечислять не надо. Да что вы делаете? Хм. Опять кто-то звонит. Алло. Как? Нет. Нет. Боже. Что опять? У моего сына нашли наркотики. И нужно скинуть 10 тысяч, чтобы его вызволить. Так, сколько лет сыну? То мне нет сына. Но он так жалобно и убедительно об этом сказал. Значит так, пошли. Я тебя выручу. А, вы мне одолжите 10 тысяч? Посидишь в СИЗО две недели. Деньги на обратный путь сбережешь хотя бы. Ложков, подписывайся. А как же ты сейчас? Блин! Ё-моё! Что там? Иди посмотри, что ты наделал. Блин! Катастрофа. Я боюсь смотреть. 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 Я не буду смотреть. Я не буду смотреть. Смотри! Бежим! Давай улетим туда, где нас никто не найдет. Ты будешь там охотиться и рыбачишь. Я буду готовить и убирать. Мы будем жить долго и счастливо. Мы будем здоровы и живы. Ты тебя пустите, бьё. Ты посмотри на номера. Нас по-любому найдут. Я боюсь смотреть. Я боюсь смотреть. Я боюсь смотреть. А-а-а! Какие страшные номера! 3-0. 3-0 это плохо. Ё-моё. А-а-а! 1-1 это кто-то главный. Кто-то первый. А-а-а! Только не в Р. Только не в Р. А-а-а! А-а-а! Давай сбежим. Давай спрежимся в какой-нибудь... В какой-нибудь жопе, где нету света, где нет электричества, не ходит транс. У тебя на даче! У меня от меня у тебя на даче! Ты ты с ума сошел, что ли? Отпусти меня! Ты помнишь Валерку тупого? Покойного? А-а-а! Это он всего лишь диск на Порше поцарапал. Его, кстати, у меня на даче и нашли. А давай скажем, чтобы просто ветром сдуло, а? Антона Одноглазого, помнишь? Да. Ты помнишь, где у него глаз? Неужели прямо туда натянули его? А он всем ходил и рассказывал, что это ветром ему туда задуло. И подмаргивал так, подмаргивал так. Хватит этих жестоких примеров, я и так в ужасе. Говори, что делать, что делать, что делать? Сейка, спокойно, не паникуй. Петрович говорил, если какая-то чрезвычайная ситуация, ему звонить. Алло, Петрович, здорово. Мы тут, это, елик уронили. Новый, двадцатого года, на двадцать вторых дисках. Хромированный. Хромированный. Понял. Что сказал? Сказал сфоткать. Ага. Улыбнись. А меня зачем? Чтоб фотка хорошая на памятник была. Трэнгет, трэнгет, что делать, что делать? Слушай, ну давай на тебя кредит возьмем, пока не поздно. Очень смешно. А я не шучу, сейчас реально, хоть маме поможешь, ну. Ты реально придумай что-нибудь. Блин, что же придумать? Ё-моё, так, тихо, я уже придумал. Значит так. Что там, кто там, кто там? И главное, только не дергайся, хорошо? Что там, я не хочу умирать, это хозяин, я не хочу умирать. Просто не дергайся. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Заткнись. Блин. Капец. Вот он, это он ваш елик уронил. Вот это он, он, вот это он. Да нет, это не моя машина. Просто ситуация, врагу не пожелаешь. Капец. Блин. Ромчик, ты это, извини меня. Ты на хрена меня на хреначал, а? Лучше я, чем он, правильно? Я поэтому среагировал так. На хрена так сильно? Так чтоб натуральный было. Ты же видел, что он не похож на хозяина гелика. На таких тачках ездит лысые жлобы. Вы, уроды! Вы чё наделали? Мою машину не убил, я вас сейчас убивать буду! Это он, это он ваш гелек уронил. А, ВР? Не, у меня КМ. Это не моя машина. Моя вон дальше стоит. Повезло вам, особенно тебе. Так бы я взял биту и вас бы нахреначил, рукожопы. Да хорошая рожа ты, не его машина. Ой, Рома, извини. Я просто чуть-чуть это, обделался. Офигеть, ты мне два зуба выбил? А нет, четыре. Блин, слышь, Рома, а ты слышал, что он про биту говорил? Что? Ничего, сейчас. Ты куда, э, стой. Сейчас, сейчас, Ром, сейчас. А вдруг он сейчас придёт? Ром. А? Офига тебе бита? Ну как, этот же хозяин гелика сказал, что битой нас убивать будет. Значит, и этот тоже битой дубасить будет. Может, не надо, а? Лучше я тебя любя, чем он тебя не любя. Хорошо, только ты в следующий раз точно убедись, что это хозяин машины. Хорошо. Перед тем, как... Козлы! Падлы! Скоты! Это он! Это он, наш велик уронил. В смысле? Ну, машина ваша. Я просто маску дома забыл, у меня в магазин не пускают. Придётся домой возвращаться. Скоты, козлы, беспонтовка. Ну, Ромчик, извини, ну честно. Сволочь такая, я тебе сейчас ноги переломаю, если догоню, конечно. Ну, Ромчик, ты не нервничал. Ты не, не, не надо. И сюда. Тебе нельзя сейчас нервничать. Сволочь такая, я тебе скажу, аккуратненько давай. Ромчик, ты что? Ромчик, Ромчик, Ромчик. Ромчик. Ты что? Что ты глупишь? Наказываю его за то, что он вашу машину уронил. А, ну, по-перше, це не моя машина. А, по-друге, я б оцех, оце бидло, яке вот так паркується, цих оленів. Я б сам я в їхні геники вот так отрозтращив, понял? Кто? Чи ты один из них? Нет. Он что, их защищает? Нет, нет, мы неправильно. Э, мужики, тут работяй его пьют. Э, мужики, мужики. Давай. Работи, работи. Ай, 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 ай. Пить. Ай. Ну, дивись, будут ображать. Ты нам звонишь? Ага, доброе. Чуешь, я тебя знайду. На. Бувай. Капец. Рома, я спириляку українську мову вивчил. Просто добей меня, и все. Ромчик, ну что ж ты дурак такой, а? Хороший же план был изначально. Зачем? Зачем ты меня... Блин, вы что сделали? Вы что мою машинку уронили? Это что, ваша машина? Обалдеть. Нет, на самом деле, она мне уже не нравилась. Так что спасибо вам, мальчики. Я пойду в Бусю попрошу, чтобы новенькую такую же купил, только розовую. Спасибо, ребят. Ах ты, сука. Иди сюда. Ромчик. Сюда иди. Все будет хорошо. Я тебя на дальше отнесу. Ромчик. Повыбивай мне. Алло, Василий Русланович. Ну все, машину получил, зарегистрировал, сейчас застрахую, и можно выезжать. Я, конечно, понимаю, что машина очень дорогая. Если что-то случится, буду работать на вас всю жизнь. Понимаю. Но я ведь профессионал. Буду ехать медленно и осторожно. Ну все, на связи. Осторожно! Черт! Надеюсь, это по меньшей мере Мазерати или Бентли. Я, Абас, Абас, Абас. Странно, что только это. Абас, фальт ударился. Представляете, тормоза отказали. Хорошо, что машинка эта была, помогла мне остановиться. Опять ты? Да за что мне все это? В смысле? Это все не вам. Это другим людям еда. Ну ладно, в качестве компенсации дам вам пирожок. Пирожок? Ты нахрена меня врезался? Не мог объехать, что ли? Да я хотел дедушку объехать. Да лучше бы ты его сбил, этого деда. Так а он меня и сбил. Гад ты такой. Педаль тебе в зад. Цепь тебе на воротник. Звоночек тебе в позвоночник. Спицы тебе в поясницу. Понял? Гад такой, тормоза тебе в глаза. Ух ты, катафот тебе в рот. Ух ты, гад такой, а! Я даже, я даже боюсь смотреть, что у меня там. Да там есть, конечно, незначительные повреждения. Но поверьте, велосипед гораздо больше пострадал. Твою мать, Господи, что это? Что-то бампера нет практически. Что это такое? Как это? Я прошу прощения, вы еще долго будете с автомобилем разговаривать? Просто мне ехать надо. В доставку развозить. Если опоздаю, будет штраф. Штраф? У тебя завтра похороны будут, понял? Похороны? Мы еще не принимали заказы на похороны. Сколько человек будет? Что кушать будете? Будет ли сам виновник? Слушай, ты придурок. Ты знаешь, сколько стоит эта машина? Это? Да. Ну, тысяч тридцать. Тысяч тридцать? Вот это вмять она стоит тридцать тысяч. А машина стоит триста. Триста тысяч. Это новая. А ваша уже битая. Так. Что же мне с тобой делать? Бабки есть? Конечно. Сколько? Гривен пять. Что ты врешь? Вы же доставка, весь карантин работали. Что, не накопил что ли? Да я в конце карантина только устроился. И если вот вторая волна будет, я вам быстро отдам бабки. Сплюнь, придурок. Куда ты плюешь? Что же мне с тобой делать, господи? Что же мне кажется, я тебя наказать посильнее, да? Ну ладно, можете мне в приложение единицу поставить. Где вас только набирают? Служба доставки комета. Нас там много таких. Алло. Да, Василий Вячеславович. Нет, еще не доехал. Тут у меня какой-то космонавт на комете въехал. Я? Нет, я трезвый. Да я сам во всем разберусь. Ну все, на связи. Что же мне с тобой делать-то, а? Ну можете в полицию меня сдать. Нет. Так легко ты от меня не отделаешься. Паспорт с собой? Да. Сейчас поедем в банк, будем на тебя кредит брать. А это вряд ли у вас получится. Что? Я в банке в черном списке. Да, я взял уже один кредит и не расплатился. Что за кредит? Квартира, дом? Велосипед. Да, понимаете, ну вот вы так переживаете, а велик смотрите, как пострадал вот. Поганец. С какой же ты скоростью ехал, что у тебя же седло оторвало, а? Не, это у меня украли давно, я уже месяца два так езжу. Тебя судьба еще до меня наказала, выходит. Слушайте, я придумал, а давайте я вам буду еду бесплатно привозить. Ну, за саму еду вы, конечно, будете платить, а доставочка бесплатно. Так я вам долго и отоблю. Лет триста будешь возить? Мы с чаевыми за двести пятьдесят справимся. Но мне же для этого велик нужен. Одолжите мне на велосипед, а? Придурок! Черт! Почему ты мне его в третий раз подкидываешь? Ну вот вы изрядок нервничаете. Во всем нужно искать позитив. Ну что же здесь позитивного? Ну разве что, чтобы подушка не выстрелила. Ну вот видите, уже что-то хорошее. Конечно. И позитивное. Вы давайте ищите тут что-то еще позитивное, а я пока пойду. Хорошо? Куда собрался? Ах! Подушка еще выстрелила! Вот видите, о плохом подумали сразу, что негатив. Я тебя здесь сейчас закопаю, понял? Да чего вы мне все время угрожаете? Я сейчас напишу в чат наших доставщиков. И ребята приедут и... Как врежутся мне в задний бампер все на велосипедах, да? Сейчас, сейчас. Где эти воины света с оранжевыми рюкзаками? Где эти бойцы со зрением плюс четыре на оба глаза? Давай, вызывай сюда эту банду просто-напросто ожерелых диванных войск. Посмотрим на них. Ну где? Меня из чата удалили. Спасибо, спасибо вам за единицу. Я... Сейчас еще в должности понизят. Я столько к этой должности шел. В каком смысле? Прямом. Я раньше два месяца рюкзак пешком носил. Велик только выдали. Тут ваша машина эта гребанная. Ничего. Скоро будешь за границей. Правда? Вы чего меня за границу отправите работать? Ага, да, отправлю сейчас. А в какую страну? В разные. Тебя в разных мешках развезут. Алло? Клиника трансплантологии имени Пересадько слушает. Девушка, мне бы почку продать. Почка ваша? Не, а доброволец есть. Хорошо. Какое имя и фамилия пациента? Как тебе там? Артур Ложков. А, Артур Ложков. Его все знают. Поняла. Ой, вы знаете, я смотрю по базе. У нас человеку с такой фамилией и именем уже два раза почку вырезали. А третий быть не может. Так что извините. Я просто два раза в авариях уже участвовал. Так, 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 так. Страховка у тебя есть? А, есть. Ну, Антамах, на самый крайний случай. О, меня это как раз устраивает. Это как раз то, что надо. Это как раз сейчас. Давай, последнее желание. Я очень писать хочу. Можно я схожу, а? Куда собрался? Ты что, смотаться хочешь, что ли? Ну, ладно, я тут аккуратненько на колесо тогда. Ты что, охренел, что ли? Мало того, что ты сделал, еще и обоссать машину хочешь. Подождите, у меня еще есть ценный шлем. Да ты что? Да, его можно это... Вот он. Забудь. Говори последние слова. Ага. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Что это за хрень? Это последние слова. Она в нас учат так. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Господи, ну почему ты меня наказываешь? Почему ты мне его прислал? А, не, Господи, не мог меня прислать. Я атеист. Ты серьезно. Так я даже и грех на душу не возьму. Отче, наше же вести на небеснях, дозвратится имя твоя атеиста. Оля твоя. Ты что, мне еще бак пробил, что ли? Это из меня вытекло. Ну все, сейчас я тебя обоссавшегося и уделаю. Подождите. О, полиция едет. Извините. А можно я не буду писать в протоколе, что я в вас врезался? Я еще за два приуса не рассчитался. Так, на некрологе напишешь. Иди сюда. Извините, а у вас нет родственников в Крыжопле? Есть. У меня там тетушка двоюродная. Женька, Ложков. Артур, троюродный брат. Слышь, Ложковая, в багажник оба валите быстро. Подарок вас подарю Василию Ярославовичу. Не надо. Ой, один из наших отозвался. Все, капец вам. Капец вам. Женя, Женя, Женя. Что стало? Женя, что такие проблемы? Вот, наехал. Василий Ярославович? Вы что, в доставке работаете? А ты думаешь, как я на машину заробил? Вот так вот на доставке весь карантин не пропрацел. А теперь ты будешь на меня все життя працювать. Ну, на. Добро пожаловать, коллега. Ох, ну, на. Термінова новина. Сьогодні керівництво Укравтодору через невідомі причини в повному складі не вийшло на роботу. Телефони не відповідають. Місце перебування чиновників невідоме. Ми і далі стежитимемо за розвитком подій. проснулся где я вы в секретном гараже в каком гараже а в таком гараже в котором я ремонтирую ходовую пять раз в год после ваших дорог а где я был за тут недалеко в коме инсульт не бейсбол хорошая игра слушай ты посиди пока а мне надо позвонить никуда не уходи хорошо молодец алё полиция директор автодора у меня в заложниках помогите закрой рот так вот а мои требования да такие же как и у всей украины сделайте нормальные дороги все жду вы террорист я то вы что неужели то из-за меня миллионам людей искалечили машины поймите все не там там не все так просто я все понимаю во первых очень сложные климатические условия некачественные материалы неправильно использование дорог да может тебе ноги сломать а нет нет пожалуйста не надо как вы меня нашли да это было не сложно только к тебе идет шестиполосная дорога с разметкой знаками подогревом и даже крышей над дорогой а вы кто я я мечта всех водителей украины и твой страшный сон вы что меня убьете ну что вы такое говорите ты так легко у меня не отмажешься я приглашаю тебя в увлекательное путешествие украинскими дорогами и для начала мы поедем в крапивныцкий куда кировоград нет 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 пожалуйста ну пожалуйста можем поехать в кривой рог нет только не туда ну можем в суммы один хрен дорог нигде нету откуда вы это знаете я дальнобойщик бывший а знаешь почему я бывший а угадай где моя фура поломалась провалилась под лед под асфальт я очень сочувствую но если вам надо куда-то ехать у меня есть вертолет я знаю у тебя по декларации есть вертолет и самолет у тебя все есть только совести у тебя нету вот и дорог у нас нету что это за провода это что электрический стул нет это круче это первый в мире симулятор украинских дорог и у него даже есть два режима первый и твою мать ну что какой попробуем я так и думал поехали и долго мне так ехать ну еще километров четыреста семьдесят ну до крапивницкого жми меньше так мы же еще по киеву едем перед вами проспект глушкова так мы же его недавно отремонтира ай 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 ли прикинь едем дальше больно да это люк пожалуйста не делайте так больше вот и мы просим не делайте так больше а вы же нет а это был открытый люк тебе еще повезло что подушка безопасности не сработала а нет кто поймет эту технику взяла и сработала не спать их и дерево а а какое дерево откуда какое сама главное дерево который вы вставляете в открытие люки пожалуйста так очень не будем да ну ладно спасибо спасибо мы уже приехали я поздравляю вас вы прошли первый уровень Это была имитация автомобиля типа джип. А сейчас мы пересядем в автомобиль, на котором ездит большая половина Украины. Добро пожаловать в Деуланов! Добро пожаловать в Деуланов! Пожалуйста, не надо. Надо. Я даже дверку за вами закрою. Отдай! Ой, простите, не закрылось. Вот, ай, чёрт, не со второй попытки почему-то. А чёрт с тобой поедешь с открытой. Можно я хотя бы в туалет сначала схожу? Нельзя! Мы же в пробке стоим. А знаешь, почему пробка? Ремонт дороги. В понедельник. Утром. В час пик. Ну? Ну, ведь они тоже работают. В понедельник. Асфальт кладут. Нет. Пока они просто ходят, курят. Анекдоты друг другу рассказывают. Наверное, ждут дождь. Это у них называется подготовительный период. Может продлиться до двух недель. Но мы так долго ждать не можем, поэтому едем дальше. Ой, это что, опять люк? Нет, это стык. Новой дороги и старой. Как тебе? Не очень. По-моему, отлично. Мне так кажется. Едем, едем, едем. Поехали, поехали, поехали. Опа! Шулявский мост обвалился. Когда же мы на трассу-то выйдем уже? Да мы вот уже выезжаем, выезжаем. Вот она трасса. Ну вот видите, нормальная же дорога. Да, автобан. Недолго музычка играла, да? Ну вот опять нормальная дорога, видите же. Ага. А-а-а! Что такое? Это поворот на Кировоград. Предупреждать же надо. Вот и мы просим предупреждать. Ставьте знаки на опасных поворотах, а не венки. Поехали, поехали, поехали. Едем, едем, едем. Едем. А-а-а! Что случилось? Я что, умер? Да нет, просто наступила ночь. Но ночью нужно ехать очень осторожно. Потому что мало ли что там на дороге. Все, что угодно там может быть. Может даже ремонтная техника без всяких опознавательных знаков. Бывает едешь так, а тут техника и ты как? А-а-а! Но ведь у машины должны быть фары. Это правда. Ну, мне кажется, что и вдоль дорог должны быть фонари. Или лучше их сделать под глазами. А, давай! Нет, пожалуйста, вы же видели, там знак ремонт дороги. Да, там есть знак ремонт дороги. Но в таком месте... Как бы это слово подобрать? Давай я лучше тебе в это место лопату засуну. Нет, нет, помогите! Помогите! Черт! Быстро вы меня нашли. Здесь держит директор автодора. Все, я сдаюсь. Спасибо вам. Мы не к вам. Спасибо. За что? За что? Четыре Приуса угробили! Ну, вы же должны помогать людям. Точно! Точно! А давайте мы вам нашу дубинку оставим. Не надо, у меня своя. Извините, пожалуйста. Там еще водители скорой помощи, троллейбусов, пожарных. Ну, все... Всем не терпите получить порцию удовольствия. Я всех понимаю. Всех примем. Все. Зовите! Отлично. А ты молись. Я атеист. По нашим дорогам оно и видно. По-моему, только в Украине. Каждый второй. Нет. Каждый водитель мечтает прокатить чиновника автодора на велике без седла. Это тебе от водителей скорых. Здрасте. О, отлично! По-моему, только в Украине стадо коров, проходящее через дорогу, залатывает больше ям, чем Укроавтодор. Это тебе от водителей приусов. О, отлично! И, по-моему, только в Украине самая лучшая дорога – это брусчатка, вымощенная еще в 18 веке. Ребята, вы не охренели? Это тебе от всех нас! От водителей Украины! Ребята, по-моему, вы так и не поняли. Вот эта страна изменилась, а вы – нет. Правда, страна? Алло, здравствуйте! Вас приветствует Доля Кабель. Меня зовут Станислав. Как я могу к вам обращаться? Скажите, а когда вам удобно будет перезвонить? Как обычно – перезвонить через час. Ты, конечно, приколист. Когда вам удобно будет перезвонить? Смотри, как надо. Вас приветствует Доля Кабель. У нас акция. При подключении трехканалов вы получаете пять подарок. Оплачиваете один месяц и получаете пакет «плюс». Круто! Да пакет «плюс» дослушали. Это я шестой раз ему за день звоню. Красава ты, красава. Наконец-то! Отключите меня от вашего кабельного! Пожалуйста, умоляю! Какая причина? Единственное, что меня держит на этой земле – это договор с вами! Я к деду хочу! Пожалуйста, отключите! А у вас интернет или кабельное? У меня уже пять лет ни того, ни другого нету! Я вас все эти годы искала! Вы же меня и на том свете достанете! Бабулечка, пойдемте я вас отведу в комнату для работы с клиентами. Как она нас нашла, я не понимаю. Пойдемте. Ой, пожалуйста. Ага. Ну вот я вас и нашел, гады. Станислав! Станислав! А я тебя таким себе и представлял. Только мертвым. Ну, что, Стасик, готов? К чему? К путешествию. Куда? В вас! Слышишь ты? Слышишь ты меня сюда? Что? Что такое? Тебе не нравится? У нас сейчас бесплатное подключение к аду. Нет, я не готов. Может, кого-то из друзей посоветуете? Вы же не собираетесь меня убивать? Конечно, нет. Что ты? Я просто хочу поговорить. Тебе же платят за то, что ты разговариваешь с клиентами. Вот и мы сейчас с тобой просто поговорим. Наконец-то, может, ты мне откроешь секрет? Какой секрет? Ну, тот самый супер-секрет, который пытается разгадать все человечество. Как вы, гады, ко мне дозваниваетесь, а? Я 20 телефонов сменил. И семье все телефоны поменял. Я семью сменил. Вы единственное, кто дозванивает со мной в метро. А знаешь, почему я пришел сегодня? Нет. Потому что ты дозвонился мне на выключенный телефон без батареи. Не убивайте, пожалуйста. Не убивайте? Не убивайте. А помнишь, что я тебе сказал, когда ты позвонил мне в 3 часа ночи? Помню. Что? Что засудите мне трубку. И потом что сделаю? И будете сводить, пока я не отвечу. Вот и не обижайся. Я сейчас полицию вызову. Полицию ты вызовешь. Давай, вызывай. Давай. Я не помню номер полиции. Значит, ты помнишь мой телефон? Моей жены? Моего соседа? Моей собаки? А полиции ты не помнишь? 102, я тебе сам наберу. Да, спасибо. Алло, здравствуйте. Вас приветствует Доля Кабель. Нет, это не акция. Помогите, меня хотят убить. Нет, если меня убьют, вы не получите модем. Я бросил трубку. Здравствуйте, это Доля Кабель. Здравствуйте, это Доля Кабель. Вы тут биороботы, что ли? Ну все. Капец тебе. Я не понимаю, вы что, всем по очереди звоните? Нет, не всем. У нас есть черный список, кому звонить нельзя. И кто же входит в этот черный список? Те, у кого зарегистрировано огнестрельное оружие. Это хорошо, что я свой не регистрировал. 45-й калибр запрещен. Ну все, молись. А стойте, если вы меня убьете, как же я вас отключу? А ты хитрый. Давай отключай, быстро. Я так не могу, мне надо официально принять заявку по телефону. Телефон быстро! Дальше. 666, 666, 666. Почему я не удивлен? Давай сюда. Алло! Здравствуйте. Вас приветствует Доля Кабель. Если вы хотите подключиться к нам, нажмите 1. Если вы хотите отключиться, нажмите 11354 умножить на 247. Видите полученный результат из 17 цифр. Давно хотел спросить, что это у вас за мелодия все время играет? Это лунная соната, она очень успокаивает клиентов. Кого она успокоила? Хоть одного человека покажи мне! К сожалению, все операторы заняты. Что значит заняты? Вот же сидит передо мной, сопли жуёт. Давай, отключай меня. Я не могу вас отключить, у вас долг. Какой долг? У меня всё оплачено. Вы, наверное, сразу с долгом подключились по акции. Где это написано? В договоре-то написано. В каком договоре? Покажи мне, где это написано, а? Вот там внизу мелким, ну очень мелким, вот тут смотрите, вот видите? Я не вижу! Там подогреть надо. Да нету здесь ничего! Всё, капец! Сасян, чаёк будешь? Ну-ка, стоять! Ты кто такой? Ну-ка, скажи свою коронную фразу. Иди сюда. Здравствуйте, это Доля Кабель. Антон! Ай, Антоша! Дорогой ты мой человек! Один, два, три, четыре, пять! Что тут вы делаете? Я оцениваю работу оператора! По пятибалльной системе! Я тебе только что пять поставил! Почему же ты не раз? А помнишь? Помнишь, что ты мне сказал, когда я позвонил тебе и попросил отключить меня? Что не отключу. А я что сказал? Что найдёте меня? А ты что сказал? Что не найдёте. А я что сказал? Что найдёте. А ты что сказал? Что не найдёте. А ты знаешь, сколько денег с меня сняли за этот тупой разговор в роуминге? Вы что, не понимаете, что ли? Да я готов в тюрьму обратно вернуться, только потому что там нету вашего доля кабеля. Уже есть. Мы вчера по акции все тюрьмы подключили. И психбальдицы. Да. Вы хотите сказать, что мне сегодня некуда идти? Нет. Все. Все, отключил, отключил, отключил. Алло. Алло, добрый день, это доля кабеля. А я смотрю, вы отключились. А вам дорого платить? А какая сумма будет? Удобно. Как зовут тебя, смертник? Спасибо за вопрос. Меня зовут Олег. Олежка, я найду тебя. Не найдете. А я говорю, найду. А я говорю, не найдете. А я говорю, найду. А я говорю, не найдете. А я говорю, не найдете. беги здорово здрасьте среж все опять стрелял играешь ли футбол взламываю сайт пентагона ух ты дай глянуть да я пошутил небось баб голых опять смотришь я этим не интересуюсь а надо бы интересоваться те по молодости бабу-то склеить вообще никаких усилий не стоит не то что дядь сережа дядь сереж вы сюда лекцию посчитать мне пап с вами хватает да какие лекции мне понимаешь твоя соседская помощь нужно как какашника как айтишника вот точно вот таких поможешь мне с киндером с киндером так у вас же вроде нет детей а я понял вас зарегистрировать на программу эко точно вот это на эту программу вот это как называется швандер нет зиндер пиндер может тиндер точно так тиндер это молодежная программа для знакомств там влюбленные сердца находят свою вторую половинку вот мне бы сразу две половинки одного целого найти прям не буду я вас регистрировать я вас уже вон в вайбере зарегистрировал достаточно чтобы на 8 марта в общем чате 50 одинаковых фотографий прислали с открытками я себе каждый посылал отдельную фотографию то пока бы поздравил можно было уже с пасхой все поздравляет начинать зачем вам тиндер понимаешь бабы не развелся я теперь ведь как тополь на плющихе один одинокий подождите я вас в прошлом году зарегистрировал в одноклассниках найдите себе там кого-то зарегистрировал а нафига ты мою жену туда же зарегистрировал поэтому в однокласснике мне теперь нельзя у меня травма да это зашквар вот зашкварками сковородкой и все случилось прям травма нельзя ладно давайте зарегистрируем давайте телефон телефон дядь серёж я не смогу вам тиндер поставить на кнопочный телефон у меня домашний еще есть с роликом дать я серёж тиндер нужно поставить только на смартфон с ним такая непонятка вышла что опять разбили да разбил опять случайно зашли на сомнительный сайт не не случайно зашел конкретной целью из-за нее женой случилось теперь я один как тополь на плющих давайте не расстраивайтесь вы же понимаете я могу зарегистрировать вас поставить вам тиндер только на смартфон так это мой смартфон значит как дядь серёжа выручать тебе так мы забыли да я этот журнал у тебя с голыми бабами не изъял чем сейчас было чё бы было вы его себе забрали посырить я же на опережение если батька его нашел сейчас бы он его разглядывал давайте я зарегистрирую вас в моем телефоне так открываем тиндер давай для начала нужно пройти анкетирование а давай и так пол мужской мужской имя серёга пиши просто серёга просто серёга не серджио не серджан то не святый сергий о так хорошо дальше мне нужна фотография о фотографии есть фотографии вот зачем вы мне фотографии голых теток кто-то было понятно какие бабы мне нравятся круг знакомства кстати окружить да да нужно ваша фотография в тиндере чтобы женщины и увидели но мы же в одноклассники закачивали вот выбери любую открывайте вот пиш вот я в жигулях вот я в жигуля в гараже вот я под жигулями вот я же были продал а вот не через два дня вернули я серёж а у вас нет фотографии без жигулей без жигулей но это вообще-то не модно не модно жигули да представьте понятик фотография на главной страничке это как ваша визитная карточка нужно сразу с козыря заходить с козыря да не с этого козыря вы что забыли что вас из этого козыря в инстаграме заблокировали представляете сколько женщин вы оскорбили значит когда им выкладывать эти срамные фотки это нормально а когда я показал свою реакцию на их фотки оскорбление вместо этого вы могли просто лайкнуть ее фотку и все я устал лайкать я хочу шпакнуть хоть кого-нибудь ладно давайте я вас сфотографирую сам фотографирую за давай встаньте в полный рост сделаем какую-нибудь красивенькую фото что вы сделали все еще рубашку заправить не надо это не модно ну как-то ниже спустите что ли красивее бы зачем мы штаны сняли вот так вот давайте еще разочек красивенькой фотографии только добавьте больше секса оденьте штаны зачем их сняли опять тебя не поймешь имеете штаны оденьте штаны вот поэтому тебя с бабами-то и не ладится ладно давайте без штанов смысле штаны не трогайте просто фотографирую ваше лицо сделать и умное лицо какой-нибудь дядя серёж у вас такое лицо как будто в комнате воняет а вы делаете ли что это вам не относится я всегда так делаю чтобы на меня не подумали давайте тогда другое лицо не такое умное сделать такое лицо чемпиона победителя такого девушки любят победителей да не дядя серёжа сейчас такое ощущение что в комнате воняет и вы этим гордитесь ладно давайте я из-за из одноклассников вырежу вашу фотографию меня из одноклассников вырежешь ну обрежу да там обрежь ну не вас обрежу смысле а джигуль ваш этот обрежу джигуль обрезай козырь не трогай а что к этому козырю прицепились надо указать ваше достоинство какой-то сантиметрах в долларах но в долларах напиши что у меня гараж с ямой гараж с ямой да кому нужен наш гараж с ямой напиши что я начитанный о а вот это хорошо девушки любят интеллектуалов я знаю наизусть состав всех освежителей воздуха и на вкус тоже я даже знаю где вы читали так вроде все осталось указать зону я вообще скрывал этот момент конечно и под челябинском общего режима я честно говоря не про эту зону говорил какой вы предпочитаете радиус радиус не знаю но объем такой нормальный троечка твердо люблю какая троечка нужно указать радиус зоны поиска где искать вам девушку женщину вашу кооперативный гараж боюсь что там ни одной не найдется она из того тоже вряд ли а чё делать давайте я укажу точку поиска от нашего дома и по всему миру да давай лучше от гаража до ст его хорошо укажу наш район только ты мою бывшую сразу вычеркни оттуда и костеляншу хотя не костеляншу не вычеркиваю я когда пьяненький она вроде ничего ладно так все поздравляю я вас зарегистрировал вот и девушки начали появляться вот смотри бог бог нифига а цены есть какие цены это сайт знакомств до много видите когда вижу да ух ты вот это классная вот видишь ставьте пятерку неодноклассники тут лайки надо ставить как в инстаграме вот смотрите анечка да вот анечка как вам ничего такая классная лайкать давай лайкай так анечка пишет что любит удивлять мужчин тогда сразу нет почему да у нее небось три сиськи и стеклянный глаз почему это а чем она еще меня удивить можете ладно хорошо вот еще тут есть вероника так пишет что любит клубничку сразу нет дорого сейчас у клубники не сезон пусть летом звонит она любит сексуальную клубничку доходит сексуальную хоть ремонтантную пускай в июне звонит там будет дешевле вот и лиза смотрите лиза пишет что ищет папика батю потерял это есть передачу жди меня она думает что папка здесь пиндере да как вам сказать но спонсора ищет спортсменка музыкант что ты ржешь я не пойму скажи нормально да она ну как вам сказать она согласна на секс за деньги ух ты сколько хочет они не пишут это надо в личке писать предложи согласно за 100 мы до гривен тогда надо ждать зарплату сейчас баблом тяжело так ладно хорошо идем дальше вот и лиза как вам нравится а лиза классная ну ладно ставь тогда давай так хорошо а вот еще и рассматриваю лирка то красивее лиски давай у лиски лайк возьмем у ирки поставим тут можно сколько угодно женщин лайкать да и то есть если я и то и то и поставлю они друг про друга не узнают нет охренеть вот бы и в жизни так того кстати вот вас алиса кстати лайкнула так что можете есть что-нибудь написать написать пишите что-нибудь вернись я пообщаюсь но но и я про где у тебя хоть здесь я не понимаю что там пишите такое не понимаете что она вас это может забанить забанить это же в баню стоит позвать я согласен нет она вас может заблокировать ну за флуд за что флуд да нет у меня никакого флуда но был год назад но я вылечил у меня справка есть у него самой то есть справка хоть нету тут справок это сайт знаком с такие справки вот сделали же хрен знает какую программу заразиться можно чем угодно хватит чтобы они выбирайте тогда что он там нравится давай о классная лайк о лайк о лайк о мамка твоя зашучу шучу я о наша костелянша баб маня лайк моя грим за здесь тоже же мыши капец спросит все это дело что ответить что придумать что 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 слушай тут друга найти можно смысле друга ну типа я на рыбалку хотел уехать на неделю сбежать порыбачить них нет такого нет разве что я вас женщины зарегистрирую не женщина не надо мужики ржать будут надо мной о смотри какая вот это то что надо какая-то она страшненькая да ты не туда смотришь жигули смотри какие класс вообще-то это же наташка наташка с которой я еще с училища господи посмотри лайкнуть и да зачем ее лайкнуть я вас у меня ее телефон если позвоню далеко она ну-ка проверь полтора километра отсюда отлично я знаю там ее бабка живет сейчас поеду туда к ней прям тоже гулях завалю у нас есть гуляции началось ты знаешь вот она обрадуется я красавцам на жигуля заеду главное то моей игры не говори только понятно где я все отлично женичка дать сережек тебе случайно не заходил а я так и знала я главное в квартире интернет отключила так ты к соседу пошел да а чё ты главное сама-то в этом пиндере зарегистрировалась я еще в этом тик токе зарегистрировались что все в бах твоих пасти подождите подождите но вы же вроде развелись разъехались мы еще и развелись женя удаляй его отовсюду удаляй пока как раз не иди сюда я я тебя садом разлились котик папочка дома встречай меня я тут бегу бегу мой хорошенький бегу сережа куда бежишь ну к тебе ты же меня зовешь да это я кота зову они тебя господи тараньку принес хотел ему голову отдать мужик мурзятина ладно захочет найдет потом ну а кроме тараньки мой добычек что-нибудь принес конечно ласточку 5 бутылок темного и 5 бутылок нефильтрованного опять пиво сережа ну сколько можно когда ты уже бросишь а зачем мне бросать тебя я же тебя люблю я без тебя скучать буду понятно понятно на пиво у тебя деньги есть на 8 марта на подарок нету я тебе духе купил красная заря ты думаешь я не знаю что ты каждый год таскаешь их у своей мамы которые еще там союза у нее стоят такие пачки потому что твоему отцу выдавали зарплаты тими вонючими духами чё это вонючими это чистая классика мне очень нравится комаров на рыбалке отгоняют классно на это 8 марта я получу не как обычно духи а новый телефон ну надо было повнять не намекать тогда что-то уже внятней серёжа тебе смс-ку прислала хочу айфон 12 128 гигабайт памяти бирюзового цвета даже магазин я скинула где купить суха информации так расслабиться хочется давай куда-нибудь уже взгляд и сереженька пиво то пьешь потому что в нем много женских гормонов еще грудь вырастет можете пивка попить я дорогая а ты потом не говоришь хотя не предупреждала течки вырастут и будешь ходить как дурак вообще думал что мы сегодня как нормальные люди посидим вдвоем посмотрим телевизор посидим вдвоем я обещал сани посидим вдвоем как и положено вот он садись хорошо что ты пришел я как раз только с магазина вернулся а вижу и прикусти с нами пика дябнешь спасибо как-то не хочется и вам между прочим не советую ты вот саня знаешь что в пиве содержится много женских гормонов ой не слушай сани и знаешь бабы всегда как придумывают специально лишь бы нам помешать но нас этим не возьмешь как дикари пьете из этих бутылок видеть вот красивые бокалы и пейте как нормальные люди только бабы пьют из бокалов цедят настоящий мужик пьет из горла а я знаешь буду с бокалами а классные бокалы слушай а где ты взяла и он там магазин такой там фишечки собираешь потом меняешь надо будет себе такие взять они мне под скатерть подойдут но из бокалов так из бокалов держи ну ладно мальчики вы тут релаксируйте а я пойду тараканов потравлю красной зарей видал какой полезный подарок сделал жене на 8 марта ну давай давай выпьем за то что мы пережили с тобой очередное 8 марта а за нас кстати а ты помнишь какой сегодня день вообще какой 12 марта пятница хорошо а точнее ну четвертый день после бабы апокалипсиса 8 марта это правильно да но сегодня ровно 18 лет как мы с тобой дружим чё так смотришь на меня странный ты какой-то стане только бабы помнят все даты наизусть у меня память просто хорошая хорошая 200 гривен полтора года назад занимал все не можешь помнить когда отдать бы так что ты начинаешь я сказал отдам дать отдам ну подожди давай выпьем за нашу мужская дружба давай держи таранечку может ты мне ее почистишь все боишься ручки испачкать что ли то ты понюхай понюхай как пахнет а господи как она воняет это как серые пиво такое больше не бери она горькая есть шампусик шампусик да полуслабкий желательно за нет чё с тобой я не понял а чё с тобой все нормально да как обычно показалось наверно ну давай что ли телек посмотрим тогда и не знаю там как раз сегодня футбол да аджи куда-то исчезла что ты сказал как это что значит исчезла то обязательно должен показывать этот грёбаный сериал какой-нибудь какой-нибудь подожди не переключать интересно чем серия закончится саня с каких пор это тебе вдруг сериалы стали нравиться больше чем нормальный футбол саша футбол 90 минут бегают дурака гоняют туда-сюда а тут интрига завязка хэппи-энд понимаешь так а ну-ка быстренько отвечаем я караоке или или охота ну конечно караоке на охоте можно еще не сдавь яму упасть там вымазаться шоппинг или рыбалка рыбалка фуфло полная вообще холодно блин руки рыбой воняют это вообще жесть какая-то конечно конечно шоппинг саня такое происходит и не понял я за 18 лет нашего знакомства тебя первый раз таким вижу не надо напоминать мне о моем возрасте был друг а теперь какая-то подруга сидит что ли тут что со мной происходит какой-то баба вирус наверно по всей планете наверно мужики все баб превращаться начали а как я мог заразиться за жена не словала тебя теща не кусала давно уже не кусает так я должен проверить дай потрогать мне там вот это у тебя есть на месте что ну и потрогать это нет не для тебя мама цветочек растила так пока не потрогаю не успокоюсь нет я не дам тебе трогать свои гениталии какие нахрен гениталии кадык кадык у женщин кадыка нету есть кадык на месте так в баню тебя надо в баню в баню тебя надо парить веню эту бабскую хрень из тебя выбить надо да да обязательно в баню но лучше в спа ты посмотри какая у меня кожа сухая стала но потрогай ты прям на глазах бабу превращаешься так что надо надо что-то так что значит собирайся в больницу поедем анализы сдадим какие-то я не свои края серёжа не поеду ты чё обиделся что нет а чего там у тебя глаз в глаз что-то попало ну про мой пивом ой все так все собирайся в больницу анализы поедем сдавать или поеду почему мне дети больницу тоже уже поздно что же это что же ты сюда это пиво века же говорила что от пива женские гормоны и мужики может вот это вот бабой стать можно что мальчики как вы тут отдыхаете серёжка я в среду немножечко задержусь я записываюсь на маникюр а вику с меня тоже запиши все идеи заусенцы задолбали честное слово какие заусенцы уже слесарь четвертого разряда у него даже пальцы не все на руках какие-то заусенцы еще вику запиши меня на педикюр пожалуйста а то бывает придешь клиенту носки снимешь и стыдно сашенька тут есть только четверг кстати в четверг я тоже задержусь потому что я записалась гинекологу гинекологу записать я тоже стань проверишься там я не знаю серёг ты чего фу слава богу сверху не могу у меня маникюр педик саня попил пиво и в бабу превращается вот вот а я тебя предупреждала это все женские гормоны я слышала что есть один специалист он делает операцию по возвращению мужских гормонов но она очень дорогая у меня нет денег я буду саня не волнуйся я своих беде не бросаю у меня там заначка на лодку было я все нормально все сделаем деньги заранее надо заранее мужик сказал мужик сделал держи бабки санек вот за тебя братан держи векуля вот это он наконец-то куплю новый телефон чечевую вы что меня опять на и обманули это ее идея и тоже мне друг я его от баба вируса поставил меня решил кинуть а не надо меня сейчас обижать не надо что же ты за друг такая что даже не спросил почему я пошел на столь подлый поступок твоя доля сашка 200 гривен возвращаю мужик взял мужик вернул значит так вы парочка сейчас я вам устрою гормональный сбой а ну стоял я без крючки валер чтобы доставки после я заказывал вам еду я три часа назад звонил вы сказали через 10 минут я час назад звонил вы сказали через десять минут я десять минут назад зазвали вы сказали через 10 минут я не могу без вас лекарства принять. Мне на голодный желудок нельзя. Забейте себе в задницу, ваши успокоительные. Чтоб я еще раз вам позвонил. Чтоб вас дети так кормили, как вы меня. Чтоб ваши доставщики вас отравили вашей жратвой. Сука. Где тебя носят? Я все объясню. У тебя 5 секунд. Я хочу жрать. Заблудился? Завтра в пробке? За 5 секунд не получится. Какие 5 секунд? Быстро давай еду. А, сейчас еду. Сначала деньги. Какие ее деньги? Дай сюда быстрее. Деньги, деньги, деньги. Вы что? Это правило... Что случилось? Желудок. Мне нельзя нервничать. Я могу что-нибудь для вас делать? Мог бы, если бы час назад приехал. Может, я в аптеку быстро? Ты? Ты издеваешься? Ну ладно. Ладно, беги что-нибудь от желудка мне принести быстро. Хорошо, только я сам не имею права, вы через офис закажите. Да, сейчас. Ладно, уже вроде отпустил. Ага. Сколько я там должен? 500 за еду и 500 за такси. Какие? Какие 500? Ты же на велике. Я все объясню. Ваш дом находится на очень высокой горке. Ну? Я, значит, на велике наверх... Ну? А рюкзак меня назад. Я наверх, а рюкзак меня назад. Я наверх... Дальше, дальше. Вот, и чтобы еда не остыла, я вызвал такси. Какое еще такси? Сначала обычное. Но в обычное не влез велосипед. И я вызвал грузовой. Ты придурок. Я курьер. Ладно, дам тебе на 500 гривен больше. Только объясни. Если ты был на такси, что ж так долго, а? Так, я же говорю, очень большая горка. Что, аж такси не смогло залезть туда? Да нет, такси заехало. Но когда я вынимал из такси велосипед, он снова с горки покатился. Бросил бы этот велосипед внизу и так пошел. Ага, сейчас его украсть могут. То есть это тебя пугает. А то, что тебя могут за опоздание выгнать, тебя это не пугает? Меня не могут выгнать, я долг за прошлый украденный велосипед отрабатываю. Ты точно придурок. Ну ладно, черт с ним взял велосипед и ко мне? Нет, велосипед выкатился на проезжую часть. Но я и за ним, и меня сбила машина. Хорошо, что в шлеме. Я вызвал полицию, а они знаете, как долго ездят. Мужчина мог бы передать мой заказ другому курьеру. Я передал заказ другому курьеру, но его сбила полиция, которая приехала на вызов. Точно придурки. Где вас вообще набирают? Ты где работал раньше? Водителем скорой помощи. Представляю, сколько жалоб было. От больных ни одной. В основном от родственников. Вот. И родственники твои придурки, и ты придурок. Нет, нет, я умный. Я потом взял велосипед на шею и пошел в горку уже пешком. Да. Что ты меня обманываешь? От этой горки до меня три с половиной минуты максимум. Это если нет собак. Каких собак? Больших? Блин, очень больших. Ну ты заикаешься, конечно. Вот, видите, от собак я не заикался. Да. Ладно, черт с ними, с собакой. Ты мне еду мою отдашь, нет? Я все объясню. Что объясню? Еда с тобой? Да, я привез. Я ее привез. Привез? Да, но... Что но? Ее учуяли собаки. Послушай, не гневи Бога. Учуяли и что? Я с... Собакам отдал мою еду? Нет, нет. Я снова с горки поехал. От собак. Послушай, меня уже достал твой рассказ с горки на горку. Доехал, не доехал. Еду давай. Я все объясню. Послушай, еще раз скажешь эту фразу, ты не только объясняешь, ты заикаться больше не сможешь. Еда с тобой? Не вся. Что значит нельзя? Там был стейк. Ты стейк привез? Привез? Почти. Что значит почти? Я стейком отвлекал собак. И он случайно соскочил. Быстрый. Ладно, хрен с ним. Мне все равно его уже нельзя. Там была пицца. Ты пиццу привез? Да, да. Ну слава богу. Ну, а у вас не работает грузовой лифт. И там есть обычный, он работает. Да, но в обычный не влазит велосипед. Привязал бы его к перилам, господи. Вот так у меня в прошлое и украли. Ладно, хрен с ним, и ты взял этот велосипед, поперся на этаж, и что, пицца остыла? Нет. Я проголодался. Вы меня поймите. И два часа этих всех перипетий с полицией, там, с собаки вашей, 23 этаж, я тоже человек. Ладно, за пиццу можете не платить. Вот супер. Сука. Моя любимая пицца с морепродуктами. Кстати, морепродукты в ней были и испорчены. Какая мне уже разница? Нет, никакой. Просто это меня задержало еще на 15 минут. И не спрашивайте у меня, где салфетки. Если ты ничего не привез, что ты приперся вообще? Чтобы все объяснить, и чтобы вы рассчитались. Да что вы, для вас есть прекрасная новость. Если мы опаздываем больше, чем на час, то у вас скидка 2%. Сука. Да, да, подождите вас. Скажите, вы через приложение заказывали? Да. Можете оценить мою поездку? Хотя бы на четверочку. Я понимаю, на пятерку я не заработал. Поэтому и 4. Ну, что вам, жалко, что ли? Слушай, а какое тут приложение пятерку тебе? Покажи-ка мне. Сейчас. Что вы делаете? Что вы делаете? Будь здоров. Спасибо. Не стоит. Мне просто мясо нужно здоровое. Что? Вы знаете, я питал одно исследование. Там написано, что голодание очень полезно для здоровья. А особенно для желудка. Да ты что? Да-да-да. А как тебе такое исследование? Перелом черепа стимулирует работу мозга? А это проверенное исследование. А мы сейчас его проверим. Стойте! Не ради меня, ради человечества. Мне надо человеку в суши отвезти. Он с утра ждет. У тебя есть суши? Частично. И ты молчал. Быстро вставай. Что там? Роллы? Мясосуп? Что там? Васаби? Имбит. Где суши, гаденыш? Я же говорю, я проголодался. Сереженька, ты заказал еду? Да, сегодня человечинка будет. Это он так шутит. Сережа шутит? Да, я сейчас зашучу его. Сережа. Что? Ого. Ты-то че, придурок, уставился? Давай, беги. Я его отвлекаю. Это вы мне? Извините, пожалуйста, у вас не будет денег в такси? Это уже поздно. Давай, Вали, у тебя одна минута. Ага. Извините, пожалуйста, вы не можете меня проводить там с собаки? Он тебя сейчас сам сожрет. Ага. Ой, я прошу прощения, у вас не будет велосипедного насоса. Время закончилось, я сделала все, что могла. Ты еще здесь стоять. 23-го та 24-го квітня у Палаці Україна святкова программа «Дизель-шоу». Сама крута в Украине. Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми.